Здравствуйте! Наше задание – вычесть вот это все. На первый взгляд, кажется, что сделать это будет сложно. Но не так уж и сложно, если мы внимательно посмотрим на наш пример. Обратите внимание, с самого начала нам нужно из 4, умноженного на корень четвертой степени из 81х в пятой степени, вычесть 2, умножить на корень четвертой степени из 81х в пятой степени. Это то же самое, что и от 4 чего-то… это что-то я обведу желтым цветом… отнять 2 чего-то. Здесь и здесь у нас корень четвертой степени из 81х в пятой степени. Если бы я, например, от 4 лимонов отняла 2 лимона, то осталось бы 2 лимона. Аналогично, если мы отнимаем от 4 корней 2 таких же корня, то в результате мы получаем 2 таких же корня. Значит, вместо этого всего мы можем записать 2 умножить на корень четвертой степени из 81х в пятой степени. Мы вычли из 4 чего-то, 2 чего-то, и в итоге получили 2 этого чего-то. И нам еще нужно отнять корень квадратный из х в кубе. Давайте сначала разберемся с подкоренными выражениями. Посмотрим, что можно вынести из-под знака корня в четвертой степени вот здесь и из-под знака корня квадратного здесь. Сначала посмотрим, является ли 81 четвертой степенью какого-то числа. Попробуем разложить на множители. Возможно, в итоге окажется, что 81 – это действительно четвертая степень какого-то числа. Итак, 81 – это 3 умножить на 27, 27 – это 3 умножить на 9, а 9 – это 3 умножить на 3. Таким образом, 81 – это 3, умноженное на 3, умноженное на 3, умноженное на 3. Другими словами, 81 – это 3 в четвертой степени. Теперь мы можем извлечь 81 из-под корня четвертой степени. А х в пятой степени мы можем записать в виде произведения х в четвертой степени и х. Давайте здесь запишем. 3 в четвертой степени умножить на х в четвертой степени и умножить на х. х в четвертой степени умножить на х равно х в пятой степени. И все это под корнем четвертой степени. Итак, корень четвертой степени из всего этого выражения. И перед корнем у нас еще 2. а х в кубе мы можем записать как х в квадрате умножить на х. Значит, минус корень квадратный из х в квадрате умножить на х. Так мы сможем извлечь вот этот множитель из-под корня. Теперь попробуем упростить это выражение. Как нам это сделать? Мы знаем, что корень из произведения можно представить в виде произведения корней из каждого множителя. Т.е. это то же самое, что и корень 4 степени из 3 в 4 степени умножить на корень четвертой степени из х в четвертой степени и умножить на корень четвертой степени из х. Давайте теперь все это запишем. Итак, корень четвертой степени из 3 в четвертой степени умножить на корень четвертой степени из х в четвертой степени и умножить на корень четвертой степени из х. И не забываем о двойке. От всего этого мы отнимаем корень квадратный из х в квадрате умножить на корень квадратный из х. Теперь можно и упростить. Корень четвертой степени из 3 в четвертой степени равен 3. Корень четвертой степени из х в четвертой степени – это просто х. Хотя не совсем. Это будет не просто х. Что, если х равен отрицательному числу? Тогда отрицательный х в четвертой степени будет иметь положительное значение. И если мы извлечем арифметический корень из х в четвертой степени, мы получим положительное значение х. Следовательно, здесь должен быть не просто х, а модуль х. Не забывайте об этом. Или же мы могли в самом начале сказать, что х может принимать только положительное значение. Тогда модуль здесь бы не понадобился. Но давайте оставим все как есть. И далее идет корень четвертой степени из х. Аналогично мы поступаем и здесь. Корень квадратный из х в квадрате равен модулю х, а корень квадратный из х так и остается. Теперь перемножим. 2 умножить на 3 и умножить на модуль х. 2 умножить на 3 – это 6. 6 умножаем на модуль х и умножаем еще на корень четвертой степени из х. И от всего этого мы отнимаем модуль х умножить на корень квадратный из х. Вот и все. Еще как-то упростить это выражение мы не можем, ведь, как вы заметили, здесь у нас корень четвертой степени, а здесь корень квадратный. Если бы оба корня были четвертой или второй степени, тогда мы могли бы вычесть. А так, увы. Таким образом, это и есть наш ответ. Еще один момент. Если бы мы в самом начале указали на то, что все подкоренные выражения в этом примере могут принимать только положительные значения, тогда ставить знаки модуля в ответе было бы бессмысленно. В принципе, и так понятно, что если мы имеем дело с натуральными числами, то подкоренное выражение никак не может быть равным отрицательному числу. Следовательно, модули можно было бы и не писать. Но если это касается комплексных чисел, о которых вы узнаете позже, тогда знаки модуля в ответе необходимы. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok